Добрый день, дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о судьбе и творчестве советской и российской актрисе театра и кино. Людмила Иванова — народная артистка РСФСР Барт, основатель Московского детского музыкального театра «Экспромт». Людмила Иванова родилась 22 июня 1933 года в Москве в семье известного полярника. С раннего возраста девочка была активной, жизнерадостной и целеустремленной. Окончив школу с медалью, она захотела подать документы в театральное учебное заведение, но из-за большой конкуренции везде получила отказ. Лишь в самом конце лета она, сменив репертуар с лирико-драматического на комедийный, стала студенткой школы-студии МХАТ. В 1955 году она окончила школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского передвижного драматического театра. Через два года перешла в труппу Московского театра «Современник», практически со дня основания театра. Актриса участвовала во всех эпохальных спектаклях теперь уже легендарного театра и была ему верна до последнего дня. За всю свою карьеру Людмила Иванова не только перевоплощалась в самых разнообразных персонажей на театральной сцене, но и покоряла съемочные площадки крупнейших советских киностудий. Впервые оказаться среди телекамер ей удалось в 1958 году в эпизодической роли девушки-комсомолки в фильме «Добровольцы». Через несколько лет Людмила Иванова снялась в фильме «Новенькая». После этого ее можно было увидеть в мюзикле «Учитель пения», в военной драме «Помни имя свое», в картине «Дни хирурга» Мишкина. Новая волна популярности настигла актрису в 1977 году вместе с выходом известной комедийной мелодрамы «Служебный роман». На этот раз ей представилась возможность перевоплотиться в общественного деятеля Шурочку. Лента вошла в анналы отечественного кинематографа и подарила бессмертную славу всем задействованным актерам. Людмила участвовала в детских фильмах Денискиной рассказы, приключения Петрова и Васечкина, фантазии Веснухина. В 1979 году актриса получила одну из главных ролей в лирической комедии «Суета-сует». Большую часть времени Иванова посвящала карьере, поэтому ежегодно выходило по несколько кинокартин с ее участием. К примеру, в 1984 году актриса снялась в фантастической комедии шанс, в 1985 году в прокат вышла мелодрама «Самая обаятельная и привлекательная», в 1990 году актрисе досталась одна из основных ролей в картине «Бабник». Страна вошла в новую эпоху, но эта талантливая женщина по-прежнему блистала на сцене современника и на экранах телевизоров «Небеса обетованные», «Давайте без фокусов», «Жених из Майами», «Мастер» и «Маргарита», «Третий не лишний», «Зависть богов» Значительное место в жизни актрисы занимала педагогическая деятельность, в 1990 году она основала детский музыкальный театр «Экспромт», руководила детской студией актерского мастерства при «Экспромте» и детской студией эстетического воспитания. Людмила Иванова — автор либреток музыкальным спектаклям, песен, которые исполняли Анна Герман, Гелена Великанова, Майя Кристалинская и сама Людмила Иванова. Ей принадлежат такие строки, только мне все кажется, почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. Людмила Иванова была профессором Славянской академии гуманитарных наук. 18 марта 2014 года ее приняли в члены Союза писателей Российской Федерации. Она автор книг-воспоминаний «Я люблю вас, я помню, мой современник, и грустно, и смешно, когда я буду снова молодым», а также нескольких сборников детских стихов и песен. Первый муж Леонид Эрман — более сорока лет занимавший пост директора театра «Современник». Второй муж Валерий Миляев — бард, писатель, доктор физико-математических наук. Сын Иван — заслуженный художник Российской Федерации, художник-постановщик театра «Экспромт», директор Московской художественной школы, декан художественно-постановочного факультета в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания. Младший сын Александр — умер в 2010 году. Людмила Иванова скончалась 7 октября 2016 года в возрасте 83 лет в реанимации одной из московских больниц после тяжелой продолжительной болезни. Людмила Иванова — народная артистка РСФСР, награждена Орденом почета за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства. Орденом дружбы за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничество между народами. Дорогие друзья, огромное всем вам спасибо за комментарии, лайки и оценку моей работы. Я желаю вам счастья, семейного благополучия и взаимопонимания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова